Сейчас я вас удивлю, дорогие друзья, тех из вас, кто никогда не сталкивался с этим растением. Это батат. И растет он здесь, в Израиле. Это город Аждот, в одном из частных двориков, в виде декоративного растения, которое поплелось на забор. Вот такие у него красивые цветочки. Интерес к батату, другое более популярное название, сладкий картофель, с каждым годом возрастает. Батат по латыни еще называется ипомея бататас, звучит вот так. Относится к семейству вьюнковых. Родом он из тех же регионов, что и картофель. Это Перу, Колумбия. Ведь когда при Петре Первом картофель завезли к нам, то его вначале выращивали на клумбах. И думали, что пищу можно употреблять только зеленые ягоды с семенами, которые образуются после цветения. И поэтому было много отравлений из-за содержащегося в ягодах солонина ядовитого. Батат тоже укореняется клубнями. При выращивании развивает лианы длиной от 1 до 5 метров даже. Растение теплолюбивое. В настоящее время существуют специально выведенные сорта, которые вполне способны перенести суровые температурные условия. Но тут стоит отметить, что не стоит верить рекламе в интернете об огромном количестве холодоустойчивых сортов. Это на самом деле не соответствует действительности. Таких сортов немного. Можно также отметить следующие особенности батата. Мякоть в зависимости от сорта может иметь окрас от белого до насыщенно-фиолетового. Клубни могут отличаться по массе от 200 граммов до почти 3 килограммов. Текстура мякоти в зависимости от сорта отличается по сочности и волокнистости. Вкусовые качества также зависят от сорта. Сладковатый батат используется для изготовления десертов и закусок. А другие сорта могут вполне заменить традиционный картофель. Вкус батата, его высокая урожайность и простота в уходе – это главные преимущества этой культуры. А можно ли вырастить батат из семечка? Да, но процесс этот очень трудоемкий и продолжительный. Даже высокая всхожесть не гарантирует вам многочисленных сильных ростков. Такой способ выращивания батата используется в селекционных центрах. Если батат подготавливается для рассады, то начинать надо в конце января, крайний срок – в начале февраля. Для высадки в грунт нужно дождаться конца мая, когда не будет уже сильных заморозков. И рассада должна быть очень закаленной. Батат – растение вообще-то неприхотливое, поэтому ему не нужно создавать особые условия. Главное перед непосредственной высадкой не глубоко перекопать и разрыхлить отведенный под его выращивание участок и удалить все сорняки. Основа хорошего урожая – освещенность участка и достаточное количество питательных веществ в почве. Комплексные удобрения нужно внести в грунт непосредственно перед высаживанием. А как вырастить батат на даче? Это очень просто, если обеспечить основные правила ухода, такие как достаточное освещение, своевременное внесение удобрений, эффективная борьба с болезнями и вредителями. Поливать надо обильно и регулярно. Подкармливать растения нужно в период формирования клубней в конце августа. Батат считается устойчивым к вредителям и болезням растениям, поэтому его посадка и уход в открытом грунте не должны вызвать трудности. Но есть ряд естественных причин, которые могут уменьшить вероятность получения богатого урожая. Это личинки майского жука, хрущи. Они могут оказаться в грунте и с удовольствием питаться клубнями, так как и картофелем. Эту проблему решит своевременная обработка специальными препаратами. Избыточная влажность может повредить паутинный клещ, ну в принципе то же, что и картофель. После извлечения корнеплодов из грунта нужно некоторое время выдержать их в помещении с хорошей вентиляцией и высокой влажностью. И также с высокой плюсовой температурой, плюс 28 желательно. А после этого нужно переложить клубни в ящики и хранить ботат стоит при диапазоне температур от плюс 18.